Доброе утро! Доброе утро! Так, все видно вроде. Будет посвящен, конечно же, редким заболеваниям, но поскольку в нашем пациентском сообществе это не первое мероприятие, долго рассказывать, что такое редкие болезни, наверное, нет смысла. Поэтому целью моего выступления будет как раз ознакомить новых людей, это дизайнеров, программистов, организаторов теплицы, посвятить их проблематику редких заболеваний. И я попрошу пациентов, представителей общественных организаций, родителей пациентов помочь мне донести необходимую информацию до них. Все мы знаем и большая часть людей по себе, что же такое редкие заболевания, хронические, сложно диагностированные, редкие, жизненные, опасные заболевания. Определение существует уже благодаря в том числе и нашим усилиям в законодательстве Российской Федерации. Определена частота заболевания и определены стандарты оказания медицинской помощи при некоторых заболеваниях и финансовые потоки для обеспечения пациентов лекарственными препаратами. Некоторые факты в отношении редких заболеваний. Частота 1 на 10 тысяч, поэтому понятно, что пациентов в России с отдельными редкими заболеваниями от 1, 10 до максимум нескольких тысяч. Самое распространенное это муковисцидоз, представители которой сегодня есть в нашей аудитории. Более 80% заболеваний генетически обусловленные. Раньше считалось, что редкие заболевания это преимущественно вопрос детства. И даже сейчас этим вопросом в Минздраве Российской Федерации занимается исключительно департамент материнства и детства. Но после того, как улучшилась диагностика, после того, как стали появляться лекарственные препараты для лечения редких заболеваний, сами дети стали вырастать, развиваться. И диагностика улучшилась. Оказалось, что в настоящее время примерно соотношение взрослых и детей это 50 на 50. Поэтому вопрос редких болезней это вопрос и взрослых в том числе. Всего известно более 7 тысяч редких заболеваний. Это не предел. Вопрос опять же в развитии диагностики. Каждый месяц, каждый квартал в мире открывают и узнают о все новых и новых редких заболеваниях. Если принять во внимание, что заболеваний 7 тысяч, то по подсчетам, по оценкам, которые существуют в Америке и в Европе, порядка 5-7 процентов населения страдают редкими заболеваниями. Поэтому, да, редкие, да, редко встречаются. Но для общей популяции вопрос достаточно актуальный. Количество пациентов с редким диагнозом можно составлять до 7 процентов. А это что? Это наши родственники, это наши знакомые, наши друзья. Могу сказать, что по себе, что за последние 5 лет только вот в моем ближайшем окружении, касающихся родственников, это 3 пациента с различными редкими заболеваниями. Наверняка, если вы сейчас подумаете, прикинете и найдете, что кто-то где-то был действительно. Еще одна проблема редких о том, что препаратов, которые действительно помогают при этих заболеваниях, существует крайне мало, всего несколько сотен. Большая часть, более 95 процентов пациентов с редкими заболеваниями не имеет в настоящее время патогенетического лечения. Но разработки в этой области идут, исследования проводятся, и в будущем, конечно же, большая их часть будет иметь лечение. Вот такую картину я вижу, каким образом разные группы людей с разной вовлеченностью в редкие заболевания имеют отношение к редким. У пациентов с редким заболеванием взаимоотношения с редкими болезнями наиболее тесные. Это наиболее заинтересованные люди в разрешении вопросов редких. Но существуют еще это врачи-эксперты, существуют общественные организации, просто врачи общей практики. Существуют чиновники, представители фондов, ученые, представители бизнеса, которые разрабатывают и производят медицинские изделия и препараты. Существует общество в целом и существуют государства, государственные интересы. В своих надеждах и чаяниях, в своих мечтах, конечно же, мы как пациенты и как представители общественных организаций должны учитывать интересы этих разных людей для того, чтобы получить необходимые нам лекарства, необходимую помощь, здоровое потомство и прочие-прочие вопросы. Вот этот слайд, который вы видите, это графическое изображение большого исследования, которое было проведено в Америке, в Европе. Несколько лет назад опрашивались врачи, пациенты и чиновники системы здравоохранения. И здесь изображена такая длинная, длинная, извилистая дорога пациента к постановке диагноза. И на этом пути вы видите, во-первых, сам путь, он достаточно длинный. И даже в тех достаточно развитых странах, по данным исследования, на постановку редкого диагноза уходили годы, 7 лет. В нашей стране, к сожалению, в среднем это гораздо больше. На этой извилистой тропе пациенты с редким диагнозом видят различные знаки, Пациенты сталкиваются с различными ухабинами, ямами и различными препятствиями. Связаны они с сложностью постановки диагноза, с недоступностью лабораторных данных, с достаточно высокой стоимостью диагностики. Пациенты сталкиваются с недостаточной осведомленностью врачей в целом о редких заболеваниях и сталкиваются с поиском врачей-экспертов, которые хорошо разбирались бы в этих проблемах. Пациенты испытывают даже в тех странах значительный уровень непонимания со стороны общества, со стороны врачей, со стороны чиновника. Пациенты сталкиваются с различными эмоциональными ограничениями и с значительным финансовым гнетом. Несмотря на наличие в тех странах страховой системы здравоохранения, пациенты с редкими заболеваниями даже там вынуждены покупать какие-то лекарства, вынуждены дополнительно оплачивать за медицинские манипуляции и занимать деньги в долг. Если говорить о российских пациентах, то наши проблемы можно сразу умножать несколько раз. Что у нас происходит? Основное недостаточность осведомленности, поздняя диагностика, специфика оказания медицинской помощи и трудности в доступности лекарственного обеспечения. То, что вы здесь назвали, плюс огромный пробел в области социальной поддержки. Основные вопросы, которые приходится решать отдельным пациентам и представителям общественных организаций, это отсутствие возможности получить такую помощь, с необходимостью предоставлять информацию для врачей, в том числе даже для врачей-экспертов. С некоторыми заболеваниями пациенты зачастую обладают большим объемом информации и влияют на врачей, предоставляют им информацию, я бы сказал, развивают врачей-экспертов либо в целом в России, либо в отдельных городах, в которых они живут. То есть в редких болезнях осведомленность у пациентов зачастую гораздо выше, чем у врачебного сообщества. И пациенты именно являются инициатором распространения знаний о том, как необходимо лечить, как необходимо помогать им же самим, либо пациентам с этими же диагнозами. Еще одна особенность, даже наличие законодательства, которое регламентирует оказание медицинской помощи, в нашей стране зачастую законы не работают. И здесь и пациентам, и общественным организациям приходится добиваться исполнения этих законов. Есть еще одна сложность, это отношение с фондами. К сожалению, в редких заболеваниях, учитывая то, что они зачастую генетические, и полного выздоровления не наступает, взаимодействие с фондами крайне затруднено. Для фондов, которые существуют в России, необходимы пациенты, пускай даже в тяжелом состоянии, но в которые можно оказать медицинскую помощь, и они вылечатся, ну либо не вылечатся. В нашем случае можно лечиться годами, можно лечиться всю жизнь. Это не укладывается в маркетинговую политику фондов, которые существуют в России. Поэтому собрать деньги на медицинскую или социальную помощь пациентам с редким диагнозом – это большая-большая проблема. Еще один вопрос – это готовность самого общества жить с инвалидами и принимать те вопросы, те проблемы, которые существуют у пациентского сообщества с редкими заболеваниями. Что происходит с другими участниками этого круга вовлеченных людей в редкие заболевания? Существует общественная организация, о которых я расскажу чуть позднее. Существуют чиновники, которые по-человечески, наверное, понимают наши проблемы и хотят нам помочь. Но учитывая то, что они, с другой стороны, являются хранителями государственных финансов, на практике они редко идут нам навстречу. И, к сожалению, во взаимодействии с ними мы, как общественная структура, доходим даже до судов, где выигрываем вместе с пациентами судебные иски. Мы не очень хотим этим заниматься, но приходится во имя жизни и здоровья людей. Про фонды я уже сказал, про ученых. В мире редкие болезни – это определенный тренд. 25 лет назад в Америке и Европе было принято законодательство, которое было направлено на развитие новых технологий и на создание лекарств, предназначенных в том числе для лечения редких заболеваний. Это был огромный прорыв для мира в целом, для тех государств, в которых эти законы были приняты. И те лекарства, которые появились, это несколько сотен уже готовых продуктов, а, конечно, разработок было десяток тысяч. Это как раз заслуга тех законодателей, которые под влиянием пациентского сообщества несколько десятков лет назад приняли эти законы. В мире существует огромное количество лабораторий, существует огромное количество стартапов, начинающих ученых, небольших, маленьких компаний, которые занимаются разработками для лечения заболеваний, которые не имеют в настоящее время никаких лекарств. Про государство я бы уже начал этот разговор. Очень хочется, чтобы в России это происходило. В том, чтобы Россия, как независимое сильное государство, признала и свои интересы в разработках этих лекарств. Дело в том, что редкие, ну, это только начало, потому что те методы, которые используют лечение редких заболеваний, это некий прообраз будущей медицины, будущей персонифицированной медицины, когда лекарственные препараты работают на совсем другом уровне, нежели чем имеющиеся препараты, типа бронхи, кумножпо и прочие такие вот, больше симптоматические, влияющие на проницаемость стенки сосудов, на ее тонус, да. Препараты, которые используются при лечении редких заболеваний, это новый класс препаратов. И в будущем, то, что сейчас считается редким, через несколько десятков лет назад, будет общепринятой терапией. Так вот, очень хочется, чтобы в нашей стране эти законы были приняты, и ученые, которые существуют сейчас в России, и те, которые уехали из России, или которые выучатся за эти несколько десятков лет, могли успешно работать, изобретать лекарства, и служить на благо своей стране, и помогать пациентам, в том числе с редкими заболеваниями. Про общественную организацию многие из вас знают, это структуры, общественные группы, рабочие группы, пациентские организации по отдельным заболеваниям, зонтичные организации, были сформированы в разное время, разными людьми, но основа, она строится на самих пациентов. И в этом зале существует достаточно много активных общественников, то есть, я бы сказал, редкие из редких, несмотря на сложности, с которыми они столкнулись с редким диагнозом, эти люди нашли в себе силы, нашли возможности, время, силы, для того, чтобы начать помогать и другим людям. И за несколько лет успешной работы появились законы в России, и появилась реальная помощь. Наша организация работает более пяти лет, у нас есть различные проекты, они связаны и с работой на площадке Государственной Думы, Совета Федерации, Минздрава Российской Федерации. Мы проводим различные мероприятия в регионах Российской Федерации, мы выпускаем собственный журнал и участвуем в большом количестве других проектов, направленных на улучшение осведомленности о редких заболеваниях, на принятие правильных законов и усиленно изо дня в день работаем над оказанием дальней помощи и поддержки пациентов с этими заболеваниями. Мы проводим мирные акции, фотосессии, пишем письма и получаем ответы. Не всегда успешные, но 95% все-таки приводят к результату. Это вот индивидуальная помощь. Здесь некоторые вещи, которые касаются как раз про Россию, но я уже об этом упомянул в своем выступлении, про те законы, которые уже существуют, ну или те, которые должны быть приняты в ближайшее время. И в заключении моего доклада мне хотелось бы поздравить вас с приближающимся днем редких заболеваний. Високосный год, 29 февраля. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...